МАРИЯ БЕРЕСНЕВИЧ Стоит ли бояться посылок с Алиэкспресса? И как вообще распространяется вирус нового типа? Бобруськ и Ленинградская область намерены выйти на новый уровень сотрудничества. О чем договорились стороны? Вместо карточек и счетных палочек. Покажем, как в 34-й школе обучают с помощью Лего. Желание и труд – их главные инструменты. Расскажем о народных героях, которые делают комфортнее и лучше не только свою, но и жизнь окружающих. Как отпраздновать бриллиантовую свадьбу? Супруги из Бобруська делятся секретами долгой семейной жизни. Также в итогах недели плюс к прожиточному минимуму. Что еще привнес февраль в жизнь белорусов? И теперь 27 государств. Евросоюз попрощался с Великобританией. Азия, Европа, Ближний Восток и Америка. Коронавирус продолжает бить рекорды. Пожалуй, самая обсуждаемая тема пока лишь набирает обороты. Всемирная организация здравоохранения уже объявила режим чрезвычайной ситуации. Болезнь быстро распространяется по всему миру. Можно ли избежать эпидемии? Как не подхватить вирус или распознать его? Далее ответы на многие вопросы. Две сотни погибших и тысячи зараженных. С каждым днем количество жертв эпидемии только увеличивается. Коронавирус продолжает бить рекорды. Китайские медики заявили, ситуация вышла из-под контроля, а ВОЗ объявила режим ЧС. При этом масштаб распространения превысил показатели эпидемии атипичной пневмонии, которая была зафиксирована в 2002-м. Тогда на планете погибло свыше 900 человек. Сейчас очагом заболевания стала провинция Хубей, в которой от окружающего мира отрезаны пять городов. Первая специализированная больница на неделе открылась неподалеку Уханя. После того, как работники и волонтеры потратили всего 48 часов для обустройства здания на тысячу коек. Количество пациентов с коронавирусом в таких мегаполисах, как Шанхай и Пекин, ограничено десятками. Мы связались с нашими соотечественниками, которые сейчас находятся в Китае. На входе супермаркетов и кофейн проверяет наличие защитных масок, а также измеряет температуру пирометром. Масса в городе дефицит из-за ажиотажа. Масштабные праздничные мероприятия в городе отменены, а также некоторые авиарейсы. Власти Китая делают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса. Китая рекомендует не выходить в людные места, обязательно одевать маски, мыть чаще руки и пить больше жидкости. На данный момент заболевшие вирусом нового типа есть США, Японии, Австралии, Франции, Южной Кореи, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Непали, Таиланде и Тайване. Новости о том, что среди зараженных могут быть и белорусы, то и дело мелькают в новостных лентах информационных агентств. Однако ни один случай официально не подтвердился. В нашем государстве приняты дополнительные меры для защиты территории страны от завоза коронавируса. Это касается не только национального аэропорта, но и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси. Работу с туристами проводят и на местах. Во-первых, мы отменили все поездки в Китай. Во-вторых, мы предупреждаем туристов, которые летают в Таиланд, в разные страны, которые находятся рядом с Китаем, о том, что должны быть меры предосторожности, никакого контакта с животными, пить только очищенную бутилированную воду. Туры, которые были забронированы в Китай, мы перебронировали, в принципе, на Египет. Китай у нас такое не сильно востребованное направление. Только искушенные туристы его выбирают, потому что уже все попробовали. В основном, в Вьетнам. Мы из Вьетнама перебронировали на Египет. Тем временем потребители китайского сервиса Алиэкспресс опасаются, что возбудитель попадет к ним вместе с посылками. На фоне этой темы в сети то и дело распространяют мемы об отправленной эпидемии через почту. Возможно ли такое? Мы спросили мнение специалистов. Страх и риск в этом отношении не оправдан, поскольку коронавирус является неустойчивым вирусом во внешней среде. И выдержать вот этот путь следования посылки на поверхности этот вирус не может. На территории Бобруйска, Бобруйского района, случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не диагностировалось. Те мероприятия, которые предложены Министерством здравоохранения для того, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний, которые имеют международное значение, в Бобруйске проводятся в полном объеме. Как распознать коронавирус и каким образом он распространяется? Среди симптомов заражения повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. То есть по первым признакам он похож на ОРВИ или грипп. При этом у 55% заболевших приблизительно в течение 8 дней появилась отдышка. Абсолютно у всех заболевших развилось двустороннее поражение легких соответствующими изменениями и на рентгенограмме, и на компьютерной томограмме. Если по возвращении из страны, где регистрируется случай заболевания коронавирусной инфекцией, у человека повысилась температура, необходимо в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью. При этом лучше вызвать врача на дом, а не являться в поликлинику. Изначально вирус приняли за пневмонию, но позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией. Вспышку в Ухане связывали с местным рынком свежих морепродуктов и мяса, но позже часть госпитализированных заявили, они не посещали это место. Пока же эпидемия, которую уже называют чумой 21 века, остается одной из важнейших мировых тем. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. В Китайскую Народную Республику Беларусь уже отправила гуманитарный груз. Это медикаменты и другие изделия имеют назначение. Поддержать Китай поручил глава нашего государства. Тем временем на территории нашей страны ни один факт заражения вирусом нового типа не подтвердился. Минздрав обследовал более сотни человек, которые могли оказаться в зоне риска. Существенный рывок в экономических отношениях собирается совершить Бабруйск и Ленинградская область. О традиционных направлениях сотрудничества, а также тех, что еще предстоит развивать, шла речь накануне. Город на Березине посетила делегация российского региона. Перспективы обсуждали с председателем Бабруйского госполкома. Агромаш и Былшина гостей познакомили с производством и продукцией промышленных гигантов. Ленинградцы приехали не в качестве экскурсантов, а с полноценными планами по развитию и наращиванию потенциала двухсторонних отношений. Максим Кембель о дружбе без границ. Делегация Ленинградской области на протяжении двух дней знакомилась с потенциалом Могилевского региона. Сперва гостей встречал областной центр, а уже после наши партнеры прибыли в Бабруйск. По словам российских коллег, не посетить такого важного игрока на экономической карте Беларуси было просто непозволительно. Первым в ходе визита значился Бабруйск-Агромаш. И это не случайно. Гости рассчитывают продолжить, а если быть еще более точными, развивая сотрудничество в агропромышленном комплексе. Половина техники в хозяйствах региона, тракторы, комбайны и прицепы белорусские. При этом качество и цена покупателей устраивает. Партнерам продемонстрировали образцы новой продукции, рассказали и показали производство изнутри. Увиденное только подкрепило интерес. За последние пять лет Ленинградская область приобрела белорусской техники на 12 миллионов долларов, причем 3,5 субсидировала. Сегодня мы увидели новую линейку техники. Это малокомплектная или малогабаритная, то, что возможно использовать не только в сельском хозяйстве, но опять же и в дорожном хозяйстве, и в коммунальном хозяйстве. Примечательная делегация в основном состояла из представителей бизнеса и руководителей области, которые приехали не просто ознакомиться с потенциалом, а с конкретными предложениями и идеями. Более того, во время показа продукции некоторые уже определились с покупками. Для нашего города, для города Луги уже нашел некоторые образцы техники, которыми обязательно применим и в части обслуживания, ухода за городом, пескоразбрасыватели. Есть интересные решения для кошения камыша в водоемах. Следующей остановкой в программе визита стала Белшина, где гостям рассказали историю предприятия, показали, как сегодня изготавливается бобруйская шина, известная во всем мире. И не сделать фото рядом с ней было просто невозможно. Далее делегация посетила Караевический музей, место, где хранится прошлое и настоящего нашего края. Ну а пока одних знакомились с историей города, о новой главе в истории двухсторонних отношений нам рассказал председатель горисполкома. Я уверен, что такие встречи, наоборот, только делают нас более сплоченней, дружнее. И в рамках наших таких встреч мы, конечно, обсуждаем те вопросы и проблемы, которые существуют не только в наших городах, но и в наших областях. И это позволяет нам, конечно, наверное, говорить о наших теплых дружеских отношениях, которые только будут укрепляться на долгие годы. От увиденных достижений в агропромышленном комплексе у гостей остались только положительные эмоции. Впечатление самое хорошее, теплый прием, а главное всего результат, который мы в своем сотрудничестве продвинулись, я считаю. Самые лучшие впечатления, которые останутся надолго в моей памяти, ну, безусловно, самое яркое для меня, как для профессионального культуролога, это, конечно, посещение Краеведческого музея. Чистота, красиво и самое главное, важный момент, сохранение памяти. Памяти исторической, памяти человеческой, дружбы и дальнейших перспектив развития, которые мы увидели в этой поездке. Но кульминацией визита стало возложение цветов на Площади Победы. Это очень символично. Ведь никакие многомиллионные контракты, ничто другое не стоит того великого подвига, который совершили наши деды и прадеды. И пока мы помним настоящую историю той ужасной войны, нас не разлучат ни расстояния, ни границы. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Третий месяц зимы приготовил белорусам несколько сюрпризов. Уже вступил в силу обновленный трудовой кодекс. А с 1 февраля в стране увеличился бюджет прожиточного минимума. Раньше он был 231 рубль 83 копейки. Теперь же на 8 рублей больше. Из-за изменения также в начале месяца пересмотрели размеры минимальных зарплат, пенсии, пособий по уходу за инвалидами и пожилыми. Что еще изменилось, смотрите в нашем традиционном дайджесте. Хорошая новость для родителей. Им станут больше платить за детей до трех лет. Это связано с ростом среднемесячной зарплаты. Так, с февраля размер выплаты на первого ребенка составляет 405 рублей. Пособия на второго и последующих свыше 460. Увеличилась и финансовая поддержка для родителей, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями. Такие выплаты, к слову, пересчитываются дважды в год. Эти размеры будут действовать до августа. Программу по замене лифтов в многоэтажках могут завершить в 2020 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Модернизировать планируют более 3,5 тысяч кабин. В 2019-м их обновили свыше 4 тысяч. Также основными направлениями на 20-е будут снижение затрат в ЖКХ, капитальный ремонт жилья, обеспечение населения чистой питьевой водой и реализация первых проектов по тепловой реабилитации домов с участием средств граждан. Как отметил заместитель премьер-министра, это должно снизить затраты на теплоснабжение и улучшить потребительские качества жилья. За прошлый год количество интернет-пользователей Беларуси, атакованных программами для кражи паролей, выросло на 13%. Об этом сообщили эксперты лаборатории Касперского. Такие программы умеют напрямую из браузеров извлекать логины и пароли, сохраненные данные платежных карт и содержимое форм для автозаполнения. Соблюдение базовых правил поможет снизить риски кражи данных. Для этого не переходите по подозрительным ссылкам в соцсетях, мессенджерах и почте, а также по возможности включайте двухфакторную аутентификацию, двойную защиту. Это значит, что при авторизации на каком-либо сайте вам дополнительно вышлют специальный код на телефон, доступ к которому злоумышленник иметь не будет. Ежегодном рейтинге уровня владения английским языком Беларусь заняла 47 место по итогам 2019 года. Всего в исследовании представлено 100 стран мира. Наше государство обошло Россию и Украину. У них 48 и 49 места. Однако значительно уступило Польше, Литве и Латвии. 11, 21 и 22 места соответственно. Лидерами рейтинга признаны Нидерланды, Швеция и Норвегия. Мы уже вам рассказывали о народной хоккейной коробке в седьмом микрорайоне. Но, как выяснилось, не только в северной части города живут инициативные граждане. На Крылова, 19, также есть умельцы, которые готовы вкладывать свои силы и делать комфортнее и лучше не только свою, но и жизнь окружающих. Игровая площадка, которая появилась благодаря местным жителям, это не только здоровье детей, но и безопасность. Ведь находятся они теперь под пристальным присмотром родителей. Как прибывающих на поезде или приезжающих на автомобиле в наш необластной мегаполис, встречает надпись на красавце доме. Бобруйск – город для жизни. Так ли это, мы сейчас вам расскажем. Стоит сказать сразу, эту фразу в реальность могут воплотить только сами бобручане. Граждане, которые не ждут у моря погоды и действуют, как говорится, на опережение. Одни из таких энтузиастов живут в седьмом микрорайоне. А вот и новенькая хоккейная коробка. Многие диванные критики скажут, ну и что тут особенного. А изюминка ее в том, что она в прямом смысле народная. Жители домов 74 и 78 на проспекте строителей объединились и своими руками смастерили такую красоту. На одном из общих собраний жильцы предложили, здесь было поле неиспользуемое, предложили что-нибудь сделать для детей. Обратился в администрацию, они помогли организовать председателей, то есть объединить нас. И силами семи кооперативов была возведена эта коробка. Главное объединившись. Сплоченный коллектив состоял из жильцов администрации Первомайского района и руководства города. Когда от слов перешли к действиям, соорудили деревянные борта и установили железные столбы. Хоккейная коробка обрела настоящие черты. В ближайшее время внутри нее появятся ворота с сеткой, предназначенные как для хоккея, так и для футбола. Также спортивная площадка получит свой неповторимый цвет. Теперь переезжаем в центральную часть города Крылова, 19. Вот он, обычный двор любого спального микрорайона. Если бы не одно «но». Детская игровая площадка тут – симбиоз труда жителей дома и органов местной власти. Выбрали мы инициативную группу, договорились, что частично деньги будут за счет товарищества собственника, то бишь самих жильцов. Я обратилась в такой, вышла на исполком с этой инициативой, меня там поддержали. Когда все вопросы были урегулированы, немедленно принялись воплощать свои задумки в реальность. Благодаря чему появились качели, горки и турники. По признаниям местных жителей, большая заслуга в этом и администрации Ленинского района, которая помогла и с техникой, и с рабочей силой. И теперь в этот двор родители приводят детей со всего района. Так как это дом долевое, все хотят жить комфортно, удобно, чтобы и детям где-то было поиграть. Поэтому решили сложиться, за свои деньги построить эту площадку. Видеонаблюдение есть, то, что хорошая площадка находится, то, что жильцы хорошие очень. Конечно, одной игровой площадкой, как нам рассказали, здесь не обойдутся. Уже весной будут высаживать деревья и благоустраивать территорию. В общем, дело все для того, чтобы жить было комфортно. Но на этом народные герои, которые отличаются особым отношением к тому, как распорядиться своими возможностями, не обязательно финансовыми, не заканчиваются. Построили детскую площадку, помогли пенсионеру отремонтировать дом или организовали футбольный турнир. Напишите нам в социальных сетях или присылайте ваши истории на нашу почту, и мы обязательно про вас расскажем. Максим Кембель, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Продолжение темы о детях и родителях. В школе номер 34 есть два необычных класса. Там малыши познают азы наук с помощью конструктора Лего. Эта технология обучения с каждым годом набирает все большие обороты. Лего помогает упростить переход от игр к учебе и лучше усвоить материал. К тому же такое обучение развивает пространственное мышление, внимание и память детей. Необычное занятие посетили и наши корреспонденты. Шестилетняя Оля увлекается Лего уже давно. Дома, рассказывает первоклашка, есть немало красочных наборов. Собирать разноцветные детальки вместе и строить целые дома, ей нравится ничуть не меньше игр в куклы. Лего, отмечает малышка, для всех. Не важно, мальчик ты или девочка. К тому же сейчас знаменитый конструктор помогает детям в учебе. Я думаю, что Лего, когда ты играешь, ты тоже учишься, потому что ты развиваешь мелкую моторику. Лего – это не просто игра с красивыми разноцветными фигурками. Сегодня датский конструктор использует в обучении по всему миру. Не исключение и наша страна. Бобруйский первый Лего-класс начал работу в 34-й школе в сентябре 2018-го. Тогда же открыли и само учреждение образования. Сейчас таких классов в учебном заведении два. Игровая деятельность, особенно после детского сада, она остается ведущей еще в первое время в начальной школе. И поэтому на игре и завязано наше обучение. Но это больше все-таки обучение, это образовательная технология, которая помогает справиться с учебным материалом. Малыши учатся с удовольствием. К примеру, ребята из 1-го В с помощью конструктора познают математические азы. Изучают цифры и числа. И даже разбираются в таком непростом понятии, как время. Цветные детальки помогают им во всем. Кубик за кубиком. Соблюдая последовательность, дети выкладывают единицы, двойки и пятерки. К тому же процесс и очень творческий. Конструктор позволяет ребятам воплотить в жизнь свои идеи и фантазии. Развивает усидчивость и работоспособность. А также совершенствует внимание, память и мышление детей. Я думаю, что ребята, которые учатся в лего-классах, достигнут больших-больших результатов в своей жизни. Потому что этот конструктор развивает мелкую моторику, соответственно, развивается речь. Ребята будут большими фантазерами. А вот второй Е с помощью лего занимается, не поверите, изучением русского языка. Ребята пишут самые настоящие диктанты. Да не просто, а графические. Сегодня, например, в второклашке проходит существительное и прилагательное. Цветными кирпичиками они обозначают слова, которые относятся к той или иной части речи. Красный – существительное, желтый – прилагательное. Конструктор лего помогает усваивать материал на более высоком уровне. Я могу проконтролировать усвоение материала. Мы используем кирпичики на любом этапе урока. Как на закреплении, так и на изучении новой темы, на проверке домашнего задания. Для рефлексии можем использовать кирпичики. Поэтому удобно мне, удобно ребятам, им нравится. Возможно, и в школе номер 34, и в других учреждениях образования появится больше лего-классов. Ведь обучение по подобным технологиям поможет детям в будущем. Раскроет их индивидуальные особенности, научит логически мыслить и правильно говорить. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Евросоюз попрощался с Великобританией. А Австралия все так же страдает от природной катастрофы. Тем временем над африканцами нависла угроза голода из-за нашествия саранчи. Что еще произошло в мире на неделе, покажем прямо сейчас. Евросоюз попрощался с Великобританией. После 47 лет в организации «Страна по воле граждан» ее покинула. Теперь международное сообщество включает в себя 27 государств. Следующая глава в этом долгом разводе – попытки договориться о том, что будет происходить уже после окончания переходного периода, то есть после 31 декабря 2020. Впереди разметка будущей границы, которая появится между Великобританией и Северной Ирландией. Ежегодные потери экономики Туманного Альбиона из-за Брексита могут достичь 19,5 миллиарда долларов. В Канбере объявили чрезвычайное положение. К югу от австралийской столицы вновь горит зеленое богатство. Пожаром уже охвачено 18,5 гектара лесных угодий. Огонь угрожает домам и в городе, и в пригородах. Пламя трудно остановить. Стоит жара 40 градусов. Вдобавок дует сильный ветер. Напомним, из-за природной катастрофы за последние пять месяцев в Австралии погибли не меньше 33 человек и свыше миллиарда животных. Выжжено 11 миллионов гектаров леса. Над 19 миллионами человек нависла угроза голода. От катастрофического нашествия саранчи страдает Восточная Африка, а также ряд стран Ближнего и Среднего Востока. Особенно острая эта проблема стоит сейчас в Эфиопии, Сомали и Кении. Там полчищами насекомых уничтожаются посевы и пастбища. На борьбу с саранчой на африканском континенте ООН выделила 10 миллионов долларов. В феврале к Земле приблизится астероид. Пока астрономы не определили его точные размеры, но по нынешним оценкам они не превосходят одного километра. Космическое тело приблизится к нашей планете на расстоянии почти в 6 миллионов километров. Для сравнения, Луна находится в 15 раз ближе. Для Земли такой пролет астероида, к счастью, не несет никакой угрозы. Любовь живет три года, утверждают некоторые психологи. Однако семейная пара из Бобруйска – неопровержимое доказательство обратного. В 60 незабываемых лет супруги Евгения и Алевтина Киевицкие живут душа в душу. Секретом крепких отношений они поделились с Анастасией Шевцовой. В свои 80 они все еще полны чувств. Евгений и Алевтина Киевицкие прожили рука об руку 60 лет. Воспитали двух дочерей, помогают трем внукам и дождались правнучку. Познакомились будущие супруги еще на школьной скамье, но, признается глава семьи, дальше дружбы и отношения не развивались. Все закрутилось чуть позже, как это было модно на танцах. И в 1960-м подали заявление в ЗАГС. Я учебу закончила, надо было думать или мне ехать по направлению. Решили так. Не хотела, решили. Не хотела уезжать от меня. Даже все трудовые годы, а это почти полвека, супруги провели вместе. Евгений Иванович трудился на Бобруйск-Сельмаш около 10 лет. Сюда же забрал жену. Затем оба перешли на контакт Бобруйск, где проработали еще порядка 35 лет. На пенсии супруги тоже ни на шаг друг от друга не отходят. Вместе смотрят телевизор, читают газеты и, пусть не так часто, выходят на прогулку. Людям читать Бобруйское житё, выписываем часто, покупаем, если забываем выписать. 31 января киевицкие празднуют бриллиантовую свадьбу. За шесть десятков лет, признаются, бывало всякое. И ссоры, и примирение, горести, и моменты безмятежного счастья. Через все они проходят вместе. Главный секрет успешной семейной жизни, убеждены супруги, умение прощать и находить компромисс. Уважать и любить один одного – в этом будет залог и здоровья, и долгих лет жизни. Особенно, когда похожие по характеру люди, как мы с тобой. Ты овен, я козерог. И так и получается. В жизни оно всё. И один упрямый, и другой упёртый. И всё же, несмотря на недомолвки, озираясь назад, оба вспоминают лишь «хорошее». Жизнь, говорит Алевтина Анатольевна, слишком коротка, чтобы тратить её на обиды. А супруг добавляет, лучше закройте глаза, досчитайте до десяти и отпустите всё, что кипит. И вместо злых слов скажите «я тебя люблю». Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье ровно в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели. Субтитры подогнал «Симон»